МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Первый Матищинский, в эфире информационная программа День. С вами я, Анна Мусалекина. Здравствуйте! В этом выпуске. Соблюдаются ли меры безопасности в новой школе? Лично проверил глава округа Виктор Азаров. Гарантийные обязательства должны быть выполнены в экстренном порядке. На улице Мира появилась новая детская площадка. На торжественном открытии был наш корреспондент. Годом благодарность от нашего района, от нашего дома, от нашего двора. Щит для бизнеса. Общественную приемную у полномочного по защите прав предпринимателей открыли в Матищах. Ну что, открываем общественную приемную здесь, в Матищах. Вакцинация продолжается. Работу мобильного пункта оценил депутат Госдумы Максим Сураев, но сам от гриппа не привился. Почему? Порядка 55 тысяч матищенцев уже сделали прививку от гриппа. Теперь подробности. Как соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора в образовательных учреждениях? Вкусно ли кормят школьников? И исполнили ли свои гарантийные обязательства подрядчик? Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели участники строительного дня. Какие выводы сделаны, расскажет Юлия Федориненко. Разговор сторон начался на школьном дворе. Директор 16-й гимназии озвучила проблемы. Спустя месяц после сдачи объекта по-прежнему неисправно работает система вентиляции. И в результате в технических помещениях образовалась сырость. Какие проблемы по вентиляции? Когда вы эти проблемы закончите? Ведется пусконаладочная работа. Пусконаладочная работа. В ближайшее время сейчас закончим. Пусконаладочная работа дорогой идут тогда, когда объект не встану эксплуатацию. Когда объект встану эксплуатацию, идет выполнение гарантийных обязательств. А гарантийные обязательства должны быть выполнены в экстренном порядке, так как здесь уже не работают, а учатся дети. Настроить вентиляционную систему обещали к 20 октября. Но, видимо, подрядчику придется сделать это быстрее. Через неделю Виктор Азаров сказал, что приедет сюда с проверкой снова. А в этот раз акцент больше сделал на безопасность детей и исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Число заболевших COVID-19 растет, и необходимо в каждом образовательном учреждении иметь не только приборы для измерения температуры, но и маски с антисептиками. Есть влажные бактерицидные салфетки? Ну-ка, покажите мне. Давайте, давайте. А вы это все из дома приносите, да? А это как бы обязательное требование, вам учителя говорят, или мама вам с собой дает? Мама дает. И говорит, протирай руки после каждых занятий, правильно? Антибактериальные салфетки дети приносят с собой, а школа должна позаботиться об антисептиках и обеспечить достаточное количество моющих средств для рук. Здрасте вообще, ты? Думаете, в жизни пригодится или еще рад? Конечно, конечно. Ну, молодцы, хорошо. Главное, извините, что побеспокоил, занимайтесь, давайте. Побеспокоить в ближайшее время Виктор Сергеевич пообещал и остальные школы муниципалитета. Только не сказал, в какие именно придет с проверкой. А в гимназии номер 16 глава округа успел пообщаться и с родителями. Они как раз пришли оценивать завтраки перед тем, как их съели школьники. Вы родительский контроль. Я так понимаю, каким-то образом вы намочите, проверяя качество питания. Вы это дело обсуждаете в чатах? Конечно, все это обсуждали. То есть вы сегодня попробовали и в чате дали информацию? Да, обязательно. Попробуйте кашу, скажите мне, вкус или не вкус, и я пойду, вам больше не буду портить аппетит. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Вот еще родители подпоют для родительского контроля. Присаживайтесь, пожалуйста. Как в детстве? Мама варила. Нет, порция большая. Большие порции, да. Спасибо большое. Выйдя из гимназии, Виктор Азаров отправился в соседний сквер. Благоустраивать территорию здесь начали месяц назад. И в процессе создания зоны отдыха главой округа лично внесены корректировки. Я ощущал необходимым все-таки на этой хорошей площадке установить большую детскую площадку. Поэтому мы сейчас внесли изменения, заказали площадку. Она придет через 60 дней чешского производства. Очень хорошая и качественная для того, чтобы не только отдыхать, но и был функционал для наших маленьких жителей, для детишек. Ну и надеюсь, что где-то в ближайшие месяцы мы это все завершим. И еще через месяц тогда установим площадочку детскую. И можно будет ее уже использовать по назначению. И благоустройство сквера, и работа образовательных учреждений, как и вопросы безопасности населения. Все на контроле мытищенской администрации и главы муниципалитета лично. Юлия Федорененко, Константин Химичев, Первом Итищенске. Медики продолжают напоминать жителям региона о важности соблюдения всех мер безопасности. Напомню, сейчас граждане обязаны использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах и на транспорте. За игнорирование правил предусмотрен штраф в 5000 рублей. А сейчас коротко о ситуации с заболеваемостью. В Матищенскую городскую клиническую больницу за последние 24 часа поступило 72 пациента с пневмониями и подозрением на коронавирусную инфекцию. На данный момент в стационаре находится 624 пациента. В Московской области за прошедшие сутки выявлено 395 случаев заболевания. В условиях распространения коронавируса экономическая ситуация особенно остро сказывается на субъектах малого и среднего предпринимательства. Где могут получить поддержку мытищенские бизнесмены у местного омбудсмена. В Мытищах открылась общественная приемная у полномоченного по защите прав предпринимателей. Ряд представителей городских бизнес-структур даже успели получить консультации. Подробности в материале Андрея Латынцева. Для 18 с лишним тысяч бизнесменов городского округа Мытищи теперь официально работает общественная приемная. Олимпийский проспект и дом 10 – то место, где уже защищают права и законные интересы местных предпринимателей. Ну что, открываем общественную приемную здесь, в Мытищах. Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев уточняет. Времена сейчас непростые, а значит, тем более нужно поддерживать бизнес. Институт уполномоченных по правам предпринимателей эффективно работает на территории области уже 7 лет. Именно благодаря работе таких приемных в муниципалитетах. Примерно две трети всех обращений, которые к нам приходят, мы их решаем положительно. Я думаю, что то, что мы открываем сейчас в Мытищах приемную, точнее, приходит новый руководитель, это говорит о том, что институт правильно действует, потому что люди, работающие на территориях, это люди, которые работают на общественных началах. То есть люди тратят свое собственное время, силы, занимаются таким, я бы сказал, благодородным делом, как помощь коллегам по бизнесу. Приемная – это не какой-то госорган. Приемная – это те же самые предприниматели, огромным опытом. Как правило, в приемной работают юристы, специализирующиеся на вопросах, которые могут возникнуть у предпринимателя. И мы нацелены и настроены на то, чтобы увеличивать количество предпринимателей в нашем городском округе. В условиях пандемии обращаться в приемную предприниматели смогут под предварительной записи. Для консультаций двери учреждения всегда открыты. Я предприниматель, я хочу какую-то свою правовую грамотность, допустим, усовершенствовать. Я могу позвонить в офис, и мне будет назначено индивидуальное занятие. Это, возможно, какие-то онлайн-курсы, это, возможно, какие-то специальные, если меня интересует какой-то специальный предмет. Первая встреча с представителями местного бизнеса в рамках открытия приемной прошла на площадке каворкинга «Старт». Предприниматель Оксана Богданович, как и большинство других, пострадала в период эпидемии. Упал спрос на продукцию, удаленная работа для персонала организации – не формат. Как в таком случае выплачивать заработную плату сотрудникам? И на какую поддержку можно рассчитывать? Я очень надеюсь на то, что пакет мер, который будет, ваша компания должна попасть под эти меры. По крайней мере, чтобы вы получали хоть какую-то материальную помощь. Мы пережили первую волну, и это действительно был кошмар, потому что нас закрыли полностью. В рамках первой волны наша организация получила поддержку. Кредит господдержка, например, или получение субсидии на дезинфицирующие средства. То есть это ряд мер, которые были, в принципе, предусмотрены государством. Если бы его не было, было бы намного сложнее. Осуществлять прием здесь планируют 7 дней в неделю по предварительной записи. Такой режим будет действовать в период пандемии. Предоставлять консультации представителям бизнеса здесь готовы даже в праздничные дни по телефону. Андрей Латынцев, Денис Корнев, Андрей Капустин. Первый мытищинский. Порядка 55 тысяч мытищинцев уже привились от гриппа. Сегодня, как никогда, важно защитить себя от классических респираторных инфекций. Считают специалисты и делают все для того, чтобы вакцинироваться могли даже занятые с утра до позднего вечера мытищинцы. Мои коллеги не раз рассказывали о работе мобильных медицинских пунктов. Сегодня один из них посетил депутат Госдумы Максим Сураев. Однако прививаться он не стал. Расскажем почему. Депутат Госдумы Максим Сураев поддержал мытищинских врачей. Сегодня они ставят за салон активному росту сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Здесь в городском округе действительно организована хорошая вещь. То, что вот и можно привиться в таких популярных местах. Это вот сейчас возле Эко-рынка и там, допустим, возле Леруа Мерлен стоят автобусы. Совершенно бесплатно граждане могут прийти. Порядка ста человек ежедневно прививаются против гриппа только в одном мобильном медицинском центре. Всего на рейде в городском округе мытищи четыре спецмашины. Заглядывают сюда, чтобы получить вакцину даже самые занятые жители муниципалитета. Сознательный житель городского округа, видите, только что привился. Здорово. А как созрели? Сами узнали, услышали, откуда все это. Мне родители сказали о том, что они привились и рекомендовали привиться. Я никогда не прививался. Но когда я пошел на рынок за кофе, я увидел, что стоит будка. А подумал, почему бы не зайти, потому что удобно. Правда, сам Максим Сураев прививаться от гриппа не стал. Его ждет другая, не менее важная процедура. Летчик-космонавт – участник эксперимента. Уже на следующей неделе ему введут антикоронавирусную вакцину «Спутник-5». Одно из условий – в течение месяца никаких других прививок. Я даже мысленно допускаю, что если было что-то недоделано или было бы что-то недопроверено, они бы выпустили это и в массовое вакцинирование. Но просто есть определенные процедуры, мировые, стандарты, так скажем, через которые, не пройдя их, ты не можешь сказать, что это годно в употреблении. Поэтому я готов быть в экспериментальной группе. Прививочная кампания в самом разгаре. У вас попросят паспорт и медицинский полис. Глубокий-глубокий вдох. Дышим спокойненько. Пока еще нет подъема заболеваниями и ОРВИ, и другими инфекциями. Можно еще обращаться в поликлиники или вакцинальные пункты, которые мы вешиваем по графику работы, и еще продолжать вакцинацию. Сделать прививку можно как в мобильных медицинских центрах, так и в поликлиниках по месту жительства. Порядка 55 тысяч мытищинцев уже сделали прививку от гриппа. Еще 100 тысяч, и можно будет говорить о коллективном иммунитете. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Делать добрые дела и помогать людям – это также составляющие работы депутатов. В одном из мытищинских дворов по просьбе жителей народные избранники открыли современную детскую площадку. На ее торжественной церемонии побывал наш корреспондент. Во дворе по адресу Мира-17 праздник. Горожане со своими детьми теперь будут проводить время на благоустроенной современной площадке, которая выполнена с соблюдением всех необходимых норм. Качели, горки, специальное покрытие, яркие жизнеутверждающие цвета. Во дворе появилась своя достопримечательность. Эту площадку мы долго ждали, долго собирали подписи, просили. Но администрация услышала нас, сделала нам отличную площадку. Дети очень рады не только нашего двора, а и соседних дворов. Посетили открытие площадки первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Делать добрые дела – неотъемлемая часть рабочей деятельности народных избранников. Сегодня замечательное открытие. Главное, что нам нравится детям, для кого она сделана. А в целом в этом микро районе нам предстоит еще благоустройство территории. Надо обустроить и места отдыха для жителей пожилого возраста. Поэтому здесь еще есть работа. Но главное, что больше всего по вкусу новая площадка пришла с детворе. Ведь именно для них все и возводилось. С особой благодарностью за совершенное доброе дело обратились к Андрею Гореликову и взрослые. Они вручили ему благодарственное письмо. Андрей Николаевич, вот вам благодарность от нашего района, от нашего дома, от нашего двора. Все дети рады, все жуткие довольны. Спасибо вам большое. Спасибо, Александр. Спасибо. Стало гораздо приятнее. Мне хотелось бы сказать, что то, что мы с вами совместно сделали, хотели, чтобы все очень бережно относились к тому, что создано. Разрушить можно все. Но хотелось бы, чтобы это долго служило нашим детям. А вам нравится, ребята? Да. Все, молодцы. И на этом добрые дела не заканчиваются. Марьяна Зборовская, Денис Петров, Первый Мытищинский. Не пропустите в ближайший четверг программу «Диалог с властью». Гость студии – начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области Ирина Скворцова. Поговорим о цифровизации мер социальной поддержки. Также среди тем выпуска – федеральный реестр инвалидов, его возможности и преимущества. Не пропустите программу «Диалог с властью» 8 октября в 20 часов. Мы будем работать в прямом эфире, поэтому звоните в студию, участвуйте в беседе или присылайте свои вопросы уже сейчас на электронную почту. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Армия ждет пополнения. В России стартовала осенняя призывная кампания. Чтобы соблюсти все меры безопасности, им обязательно измеряют температуру, предоставляют маски и резиновые перчатки. Что загрязняет реки в городах сильнее всего? И защищена ли от таких сбросов яуза? Вот сейчас по этой трубе стекает вода со всего микрорайона. 400 тонн витаминов. Подведены итоги работы ярмарки выходного дня «Дары осени». Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. В течение следующих двух месяцев на военную службу будут призваны более 120 тысяч человек. 1 октября в России стартовала очередная призывная кампания. В условиях риска распространения коронавируса в призывных пунктах соблюдаются все меры предосторожности и профилактики. О том, как свою работу начала комиссия в нашем округе, расскажет Мария Назборовская. Несмотря на различные ограничения, связанные с пандемией, призыв на военную службу начался в срок. Ведь защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России. Призывники продолжают пребывать на призывную комиссию. Чтобы соблюсти все меры безопасности, им обязательно измеряют температуру, предоставляют маски и резиновые перчатки. Во время работы комиссии избегают скученности и дезинфицируют помещение. Призывники проходят медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор. Все необходимые мероприятия военным комиссариатом перед призывом граждан на военную службу были выполнены. Все руководящие документы нами разработаны. Повестки, которые необходимо вручить гражданам для прохождения медицинской комиссии, соответственно, вручены. Но этот процесс продолжается. В соответствии с заданием военного комиссариата Московской области, должны будем призвать и отправить в вооруженные силы 137 наших призывников, которые проживают на территории городского округа Матища. Призывная комиссия изучает все учетные данные призывника, среди которых не только информация о состоянии здоровья, но и данные о профессии, семейном положении и другие. Традиционно мытищинские призывники проходят службу во всех регионах России. Но, как правило, около 80% служат на территории Центрального федерального округа. Все коллеги крайне опытные, все прекрасно знают свои полномочия, должностные обязанности, инструкции. Думаем, что призывная кампания пройдет гладко, хотя осенняя кампания всегда отличается от весенней сложности по поводу уклонистов, но считаем, что мы выполним поставленные задачи. Новобранцы получат на сборных пунктах зимнее обмундирование и другие принадлежности. Также им предстоит 14-дневный карантин. Марьяна Зборовская, Денис Петров, Первый Матищинский. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошел в топ-3 медиарейтингов глав регионов Центрального федерального округа и Российской Федерации за прошлый месяц. Соответствующие списки представила медиалогия. В рейтинге глав регионов ЦФО Воробьев занимает второе место. В рейтинге глав регионов России – третье. Кстати, лидером обоих является мэр Москвы Сергей Собянин. В сентябре Андрей Воробьев принял участие в открытии хирургического корпуса «Лапина-2». Также отмечалось, что он сообщил об увеличении количества госпитализации пациентов с коронавирусом. Кроме того, глава Подмосковья дал поручение о подаче отопления в жилых домах и подписал постановление о введении ограничительных мер в регионе. Ни мусор и даже ни сбросы загрязняющих веществ больше всего отравляют реки в современных городах, сточные воды и содержимое ливневой канализации. По течении Яузы на территории городского округа построены семь очистных сооружений, от которых во многом зависит состояние реки. Самая крупная из них – на улице Станционной. Чуть более месяца назад, когда проводился очередной отбор проб для анализа воды по жилой на самом проблемном участке реки, на берегу разворачивалось строительство новых очистных сооружений, причем самых крупных в городской черте, объемом более 30 кубов. Иначе здесь нельзя. Над этим берегом нависает большой микрорайон. Данные очистные сооружения предусмотрены для водосбора с улицы Рождественская, территории Красного Кита, Шараповский проезд, территории автостанции. То есть весь сбор поступает в эту часть реки Яуза. Здесь все жилые кварталы и дороги находятся на возвышенности, и все стоки через дренажную систему попадают в реку, а вот теперь через новые очистные сооружения. Вот сейчас по этой трубе стекает вода со всего микрорайона. Вода чистая. Она прошла новые очистные сооружения. И сколько же они задержали вредных веществ и примесей, скажут только специалисты. Высокая степень очистки по нефтепродуктам и по взвесям. Таково требование Санпина. Первый блок очистки фильтрует песок, листья, мелкий мусор. Второй – нефтепродукты. И третий блок доочистки состоит из неразлагающегося сорбента. В рамках реабилитации реки Яуза программы как раз и были установлены данные очистные сооружения, соответствующие своей технической характеристикой до 25 литров в секунду. Важно, чтобы никто не мог даже попытаться взломать систему. Такие взломы могут серьезно нарушить ее работу. Очистные сооружения представляют собой закрытые емкости, дополнительно установленные навесные замки. То есть вреда данным очистным сооружениям от сторонних лиц не предусматривается. Фильтры, которые составляют сердцевину системы очистных сооружений, меняются раз в год. За это время они от многого уберегут реку. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытичинский. Прием онлайн-заявок для участия в форуме «Мануфактура.Про» продолжается. «Мануфактура.Про» – это площадка для самых смелых и креативных. По итогу финалисты форума будут зачислены в кадровый резерв управления по работе с молодежью администрации городского округа Мытища. Участникам форума на выбор предоставляется шесть задач по разным направлениям. Среди них – молодежное интернет-пространство, благоустройство уличной территории Дворца молодежи, дизайн пространства и другие. Напомним, возраст заявителей – от 18 до 35 лет. Форум будет проходить в три этапа. 10 и 17 числа будут очные встречи на базе Дворца молодежи, где будут определенные наставники. За каждой группой будет закреплен свой наставник, и он будет с вами работать на протяжении всей недели. Мы отобрали шесть важных и интересных заданий, где можно не придумать что-то такое футуристическое или примерное. Можно взять задание и дать на него хорошее решение. Молодежная политика и управление по работе с молодежью функционируют для того, чтобы ребята также могли себя найти в профессии. Порядка 50 тысяч мытищенцев посетили традиционную ярмарку «Дары осени». В этом году она проходила шесть выходных дней вместо четырех. В ней приняли участие более 80 производителей и фермеров Подмосковья и других регионов. Плодово-овощной продукции на ярмарке реализовано свыше 400 тонн. Лидер продаж – картофель. За шесть выходных дней его продано свыше 260 тонн. По сравнению с прошлым годом уменьшилась география участников ярмарки. Как пояснила начальник управления потреб рынка и услуг администрации городского округа Любовь Соберзянова, это связано не только с эпидемиологической обстановкой, но и с погодными условиями. Где-то заливало целое лето, где-то была засуха, был потерян урожай. Поэтому вот именно в те дни, когда мы проводили ярмарку, не смогли к нам приехать фермеры, потому что они как раз занимались сбором. Буду обращаться ко всем фермерам, в том числе и в первую очередь, конечно, нашим мытищинцам, чтобы подавали заявки, и мы постараемся еще дополнительную ярмарку именно для фермеров организовать. До конца недели в округе продолжает работать ярмарка у Дворца культуры Яуза. Здесь мытищинцы в преддверии зимы могут запастись не только сельхозпродукцией, но и теплыми вещами. Уже в эту пятницу смотрите на нашем канале «Проект по следам первого». Напомним, наша телекомпания отмечает в этом году 20-летний юбилей. За это время менялись лица, темы для сюжетов. Неизменным остается одно – наш девиз – внимание каждому. В новом выпуске – откровенное интервью Елены Архиповой. Где сейчас лицо канала и как ее жизнь связана с телевидением. Ведущая Галина Данилова расскажет, как работала информационная служба 10 лет назад и интервью Елены Шалюхиной. Ее мало кто видел, но рассказать об истории канала она может больше всех. Ты постоянно делаешь сюжеты про людей из администрации, и ты настолько хорошо их уже изучил. Ты подбираешь кадр, где у него какое-нибудь хорошее лицо, неискаженное. В каждый же момент разные бывают ситуации. И когда вдруг ты его где-то на улице встречаешь, тебе кажется, что ты его так хорошо уже знаешь, и хочется с ним поздороваться. А потом ты себя останавливаешь и понимаешь, что тебя никогда никто никогда нигде не видел. Подробнее уже в эту пятницу в 20 часов на Первом Мытищинском. Засидевшиеся на карантине скульпторы создают масштабные природные инсталляции в 150 километрах от Челябинска. Там проходит первый на Урале фестиваль ленд-арта. Все подробности прямо сейчас. В 150 километрах от Челябинска посреди живописного озера Сунгуль находятся Ершовы острова. В XIX веке здесь было крупное поселение старообрядцев. Сегодня тут проходит первый на Урале фестиваль ленд-арта. Это уход из рамок галереи, то есть из коммерциализации искусства. Уход в природу, в более близкую человеку среду, доступную человеку среду, то есть и всем посетителям. Потому что некоторые объекты в ленд-арте, они настолько масштабные, что их там можно видеть с самолёта. Волю фантазии дают 18 засидевшихся на карантине скульпторов со всех концов России. От Рязани до Перми и Магадана. Здесь нет ограничений в теме. Главное правило – гармонично вписаться в ландшафт. Эта огромная рыба – одновременный музыкальный инструмент, который иногда называют ветерок. Попытка вписать искусство в экосреду, в какую-то такую очень органическую среду интересную, где арт-объект существует как… Ну, то есть существует в природе. В кустах затаилось семейство динозавров. До исторических животных из прутьев и арматуры создаёт семейная пара скульпторов из Перми. Они у нас будут установлены в воде, как будто они купаются с семьёй. Это такое место, которое для семейного отдыха предназначено, для того, чтобы человек расслабился, отдохнул. И, может быть, он посидит с удочкой утром, пофантазирует, когда из тумана появятся динозавры. Здесь нет жюри. Оценки дают сами посетители. Некоторые композиции специально оставили незавершёнными, чтобы прохожие дополняли их на свой вкус. Идея интересная. Как бы позволяет не проходить мимо, участвовать в самом процессе. Это приятно. Красиво здесь. Здесь действительно какая-то такая атмосфера. И очень классные композиции, фигуры, задумки. У каждой есть душа. Самый эффектный экспонат появляется после захода солнца. Большую глиняную композицию дополняет огненное шоу. Это способ обжига. Но когда скульптура, то есть открывается кожух ватный, она как вот такой огненный цветок получается. Она раскаляется до 1000-1200 градусов. Прозрачно-розово-оранжевого цвета. Зрелье ещё просто невероятное. Я думаю, что вот когда кто-то первый это попробовал сделать, то поняли, что из этого можно ещё сделать шоу. Все работы останутся на острове. Доступны для посетителей они будут круглый год. Так, день прошёл в Мытищах. Следите за новостями на официальном сайте и в социальных сетях. Прямо сейчас прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь на Первом Мытищинском. Всемирно известный балет «Тодос» — это неиссякаемый источник вдохновения для всех, кто так или иначе причастен к большому и яркому миру танца. Театр «Тодос» — это люди, которые являются примером для подражания, ну и, конечно, теми, за кем хочется идти. Сегодня «Тодос» задаёт новый вектор дорожной безопасности и предлагает всем засветиться, чтобы стать заметней на дороге. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребёнка. Что он оставит без внимания пролетающий самолёт, птичку или снежинку. Ребёнок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд — и ребёнок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребёнка. Крепление её непрочно, а иллюзия опоры создаётся. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаёте, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решётки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребёнок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребёнка в квартире одного без присмотра.